Традиционно в библиотеке на Крутицкой проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Но этот вечер особенный. Сотрудники библиотеки подготовили презентацию поэтического сборника Александра Белькова. Писать стихи ветеран стал спустя 30 лет после войны. Выпустить сборник самодетельному поэту помогли в доме на Крутицкой. Он не претендует быть каким-то великим поэтом, печататься в журналах и в газетах. Абсолютно очень скромный человек. И тем не менее, вот есть такое понятие, локальная история, то есть история конкретного одного человека с его простыми человеческими, но очень важными, в общем-то, чувствами. И то, как он старается выстоять в этой жизни, уже очень многих потеряв, вот это нам показалось очень важным. И мы вот предложили, а что вот если все тут мы с копом, все библиотеки, кто-то наберет, например, наши компьютерщики, тексты, наш редактор и красиво украсил рисунком, правильно, там подсмотрели, все ли в порядке в тексте. Александра Белякова жизнь не баловала. Он потерял войну и братьев, и отца. С 17-летним мальчишкой пошел на фронт. Два года воевал и вернулся домой инвалидом. До войны я не люблю писать. Я, собственно, ее и не видал. Я заболел во время наступления. В госпитале полежал с баронхитом. И так и дембилизовался еще до окончания войны. При помощи своих стихов Александр Беляков делится нехитрой житейской мудростью, воспевает природу, женскую красоту, мирную жизнь. О войне автор вспоминает лишь изредка. Вся страна жила, любила, все как нужно и где шло. Но война вдруг наступила, и что было, вдруг ушло. Отступления, наступления то нас бьют, а то мы возвышения, назначения. В этом мире жили мы. Все продукты вдруг пропали. Крупы, мыло и табак. В руки карточки нам дали. Стали люди есть собак. Подобные встречи в доме на Крутицкой будут проходить еще. Ко Дню Победы сотрудники детско-юношеской библиотеки готовят большую фото-выставку. Читатели и библиотекарь в большом количестве приносят фотографии своих родственников, чьи судьбы затронула война.